Сергей Николаевич, мы составили судебное заседание по иску Водоканала в отношении прокуратуры. Водоканал попытался обжаловать представление, я понимаю, что суд Водоканала отказал. Хотелось бы узнать Ваше мнение как юриста, тем более Вы участвовали в этом процессе, как представитель третьего лица. Вот сейчас, чем это представление чревато для Водоканала, ну и для простых жителей? Да, действительно, с 6 февраля 2018 года арбитражным судом Красноярского края уже было принято решение по иску о Водоканал к Крайвой прокуратуре, в котором оспаривалось представление о 26.06.2017 года, ну на наш взгляд, имеющее определенные права и последствия не только для Анисимова, но и для жителей нашего города. Основной темой или идеей несогласия с данным представлением представители Водоканала выдвигали то обстоятельство, что исполняющий обязанности Назаровского межрайонного прокурора Жданов Сергей Федорович, принимая и подписывая данный документ, вмешался в финансово-хозяйственную деятельность общества. Ну, данный довод, на мой взгляд, он своего подтверждения не нашел. Благодаря третьему лицу, Анисимову и Галине Михайловне, которая очень активно избрала позицию, являлась в каждом судебном заседании, представляла соответствующие документы, в доказательство позиции законности и обоснованности данного представления, мы полагаем, что суд в конечном итоге сделал совершенно обоснованный и правильный вывод, что нельзя признавать представления, направленные на защиту прав граждан города Назаров, в частности, какими-то незаконными в части или в полной части. Чем грозит для Водоканала? Я думаю, что сейчас никаких административных мер в отношении юридического лица у Водоканала руководства последовать не может, поскольку речь сейчас идет не об этом. Но самая главная идея в том, что федеральный закон от 23.11.2009 года 261 ФЗ должен быть все-таки исполнен. А он говорит о том, что энергетическая сберегаемость ресурсов по всей России должна действовать. И те дома, которые в силу этого закона должны быть оборудованы общими коллективными домовыми приборами учета, но, на мой взгляд, должны будут быть оборудованы сейчас, зависит только от жителей нашего города. Будут ли каждый дом в силу технических возможностей и условий оборудован такими общедомовыми приборами учета ресурсов воды, зависит от наших жителей города. Если они почитают форумы, кстати, ваши форумы тоже очень интересные, почитают форумы, посмотрят законодательство и будут принимать решения с требованиями оборудовать дом общедомовым прибором, то, на мой взгляд, это не даст возможности водоканалу в дальнейшем злоупотреблять своими правами. Но и это экономия в конечном счете. Странная получается ситуация, когда большинство жителей имеют счетчик потребления ресурса воды горячей и холодной в доме конкретно или в нежилом помещении, и нам утверждают, что нельзя оборудовать прибором общедомовым в самом доме. На мой взгляд, это полный нонсенс, потому что те же самые инженерные сети используются во всем доме для жителей, а они утверждают, что мы не можем, потому что кто-то там капитальный ремонт затеял, и, на мой взгляд, подменяет понятие. Но, думаю, мотивированная часть решения суда, она будет изготовлена в установленном законном сроке, пятидневный срок, мы почитаем, чьи доводы принял суд, чья опроверг суд доводы и не приняло внимания. Но, скажу так, что представителями Краевой прокуратуры было предоставлено достаточное количество доказательств письменных, которые рассматривались в рамках прокурорской проверки, и, на мой взгляд, они тоже совершенно обоснованно, так как ответчики опровергли доводы искового заявления, и поэтому состоялось совершенно обоснованное законное судебное решение. Вот это предписание, оно как-то влияет на те штрафные санкции, которые выставлялись потребителям сейчас или в дальнейшем? Вот, заметьте, ссылаясь на 776-е постановление правительства в отношении нежилых помещений, ОВД канал полагает его правильным и приводит многочисленную судебную практику арбитражных судов, причем высшего уровня. Здесь и поспорить-то сложно. На всех этапах и уровнях, когда мы занимались с Анисимовой Галиной Михайловной и с другими предпринимателями, мы договорили не о том, чтобы мы вмешивались вступившие в законную силу судебные решения. Это не оспаривается никем, это все понятно. Мы говорили лишь о том, что ни в одном городе больше вот такого злоупотребления сотрудников или, может быть, с руководством, ну, своим положением монополиста просто несущественно. Довели ведь жителей до того, ну, предпринимателей в частности, до того, что вынуждены теперь граждане снимать на видео, когда приходят проверку проводить. Ну, это же ни в какие ворота не ввязывается. Даже не только предприниматели, муниципальные учреждения до этого довели. Это как? Мы что должны? Стоять и смотреть, что там сотрудник делает, чтобы он проволочку не сорвал, пломбу не сорвал? Вот же мы о чем говорим. Этого нельзя заупотреблять. Бесспорно, если есть прямое воровство ресурсов, за это надо наказывать, но речь идет не о штрафных санкциях, а речь идет именно о нормативно-правовом документе, который связывает с конкретным наступлением событий или фактом. Ну, предположим, истекли сроки поверки прибора, ответственность лежит на собственнике помещения, чтобы он эти сроки контролировал. Безусловно, здесь пойдет, скажем так, отчет и будет начисление по трубе, как мы говорим. И тут никто это не оспаривает. Но при других обстоятельствах, может водоканал, вот 700 абонентов, абонентский отдел, ну элементарно предупредить собственника, который не следит за этим, паспорт где-нибудь там у него лежит, что уважаемый собственник, у вас через месяц истечет срок поверки прибора. Наверное, любой придет, пригласит и поверку проведет. А вот в этом и заключается злоупотребление, что они говорят, с его закона мы не должны вас предупреждать, на вас все это висит. Ну согласитесь, предприниматель это малый бизнес, но где же он может еще набрать себе такой штат, чтобы за всем уследить и контролировать? У него голова болит, где объемы работ набрать, как выжить в этой ситуации? А они говорят, а мы не обязаны уведомлять. А я считаю, что если бы в договоре с водоканалом был прописан пункт, что они все-таки обязаны уведомлять, это договорный момент, то мы бы в принципе избежали бы вот этих злоупотреблений прав. Но я не говорю сейчас о прямом хищении, когда вварили трубу и воруют этот ресурс. То есть безусловно этого делать нельзя. А вот именно о человеческих факторах, об этом надо говорить сегодня. Сегодня отряд судебных решений, который по Нисиму Галинию Михайловне был принят, сейчас соответственно иск с прокуратурой, он все равно влияет, все равно ситуация с водоканалом меняется. Да, безусловно, я полагаю, что это очень значимое и важное судебное решение. Но как минимум, сегодня, наверное, арбитражные судьи разобрались, когда есть хорошая, мощная защита своих прав. Но в данном случае по Нисиму Галинию Михайловне состоялось, когда решение, ведь смогла она платить юристам, значит, ее добросовестно и защищали. Заметьте, это не каждый себе может позволить вот такую, да, но изменяется и судебная практика, когда суди начали детально вникать, что же все-таки творится. Даже уже вот, насколько мне известно, по Сбербанку и видео просматривали, специалистов также допрашивали, как и в нашем случае, и стали на сторону потребителя. И правильно сделали, потому что все, что достоверно не доказано, нельзя такие огромные суммы, 10-15 миллионов, 23 предъявляли были юрлица, да, но нельзя, это невыносимая, невывозимая сумма. А вот если бы оборудован был, предположим, живой дом коллективным домовым прибором, ну тогда мы бы исключили эти случаи вообще, скажем так, ну просмотрел, а по факту-то он не потребил. И вот на мой взгляд, опять подчеркну, со мной кто-то может быть не согласится, как правоприменителя, как юриста, есть прямая норма закона, там 549-554 статьи Гражданского кодекса. Прокурор об этом кратко говорит в представлении. И там законодатель, это закон, это не нормативно-правовый ад, не подзаконный ад, не постановление правительства, а именно закон, который прямо указывает, что платить потребитель должен за фактически потребленный ресурс. А вот как установить этот фактически потребленный ресурс? Я считаю, формально все должны быть убраны с любого нормативно-правового документа. Как может человек отвечать, ну просмотрел я эти сроки поверки, мне выставляют там 40-50 тысяч. Причем на это попасться может любой. Два месяца по среднему, а потом по полной программе выставляют. Да ну разве потребляют? Это не берут во внимание, заметьте, что предположим магазин стоял там на сигнализации, режимовой работы, что столько воды, аварии не было, ничего, что столько воды даже не вытекло никуда. Это во внимание не берется. Формальный подход, я полагаю, недопустим. Для того любой суд есть, чтобы он объективно разобрался в ситуации, вник, все документы исследовал, принял правильное решение, но в этом случае не должен пострадать потребитель, конечно. То есть получается сейчас согласно представление, на домах будет более чем на 120 домах оборудованы приборы учета, общедомовые. Как вы считаете, почему до этого водоканал этого не делал самостоятельно, зная такую обязанность свою? Вот смотрите, здесь в какой-то степени с водоканалом можно и согласиться, потому что исходя из самого закона, первоочередная задача лежит на собственниках зданий, строения, сооружений. Собственники должны принимать решения, вклады, и только в том случае лишь, если собственники или управляющие компании не оборудовали, вот тогда эта обязанность лежит, независимо от их бездействия, лежит как раз на ресурсоснабжающей организации, то есть о водоканал. Ну эти выводы, я думаю, они вот здесь и прописаны. И теперь получается так, они делали акты там, почему они так делали, я не знаю, может быть им выгодно списывать куда-то воду. Я не могу об этом судить, потому что документов всех не видел, но исходя из этого представления, я полагаю, самым важным является то, что теперь жителям есть надежда на то, что закон хотя бы будет в конечном итоге исполнен. Через год, через два, через три, но он должен быть исполнен тоже в соответствии же с нормативными документами. Как вот мы по одному из домов в 96-м, вот Галина Михайловна нанимала специалистов, они сказали, возможно, но вы должны получить технические условия, установить его этот прибор. Проблем-то нет, бездействие-то они очевидны. Поэтому я думаю, по каждому дому надо рассматривать, выяснять вот эту техническую возможность, если надо, привлекать специалистов. Ну а собственники-то они не против, кто им разъяснил-то это все. Ну представьте, 100 человек живет в каком-то доме, да, и плохой у них там домовый прав, который не знает норму закона. Ну как может какой-то гражданин, человек все законы ослежит? Да нет, но когда ему скажут, что соберет собрание, скажут, а вам выгодно, чтобы меньше потребляли? Конечно, любому будет выгодно. Должен быть инициатор к этому. Я считаю инициатором сбережения ресурса, как раз является та организация, которая этот ресурс поставляет. И на мой взгляд, смысл-то этого 261-го федерального закона и заключается в том, что если я поставляю воду, и я заинтересован в сбережении этого ресурса, я предпринимаю все меры, разъяснительную политику и все остальное, чтобы этот ресурс беречь. А у нас почему-то вот по-другому. Но теперь я говорю, что очень хорошо, что это представление осталось в силе. Здесь сделаны выводы о бездействии в части, не постановки или нарушения. Поэтому, думаю, что сейчас будет зависеть от жителей, последующие жалобы могут поступать, и нужно понудить водоканал, либо управляющая компания, чтобы дома были оборудованы. Все.